приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий продолжаем выживать в игре the long dark в одиночной кампании winter mute итак я прошла серии спустился вниз по тросу вернее упал с этого троса скорее даже я думаю что мне нужно в этой серии будет обязательно подняться наверх тем более что здесь недалеко есть подъем как мне кажется ну во всяком случае видел трос так давайте посмотрим что у нас с весом вес 35 у меня и это значит что мне очень большой вес который нужно сами преодолеть как минимум сейчас кстати ночь еще до еще ночь я сейчас буду выкладывать частично кое-какие припасы потому что они явно мне не позволит подняться нормально по этому тросу так дрова наверное выкину да что еще что еще да тут особо посово а вот уголь 22 килограмма да вот это я выкину так посмотрим сколько теперь у нас вес 30 еще что-то нужно что-то нужно небольшое так приготовленная оленина у нас кстати что меня с едой с едой нормально пока приготовленная оленина и я думаю что вот как раз оленина начнут а почти килограмм да да давайте-ка я брошу вот потом подберу так а нет сейчас так ну ладно я в общем сейчас поскольку у меня полно сил сейчас мы слазим наверх я ставлю там частично припасы какие-то свои эти предметы и тогда спущусь подниму эти потому что с первого раза естественно я все поднять не сумею мне просто не хватит сил выносливости так ну что ж давайте попробуем что нас из этого выйдет где-то здесь он канат пока еще плохо видно все таки даже еще не утро тем не менее мы полны полны сил чтобы хотя бы один подъем и спуск осуществить так ну ладно полезли вверх так давай 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 что чем быстро у нас уходит уходит силы но я думаю хватит вполне да и общая усталость сильно накапливается от лазание по этим тросом честно говоря ну ладно не беда так кстати возможно давайте здесь что оставлю пока чтобы не таскать туда суда так не думаю что нужно все все это давайте оставим воду да все это здесь возьму пару пару батончиков вдруг если что-то непредвиденное случится и мне придется мне придется остаться внизу потому что всякое бывает так все скинем нож вроде там нет волков так скину и вот эти так фаеры волков вроде не до пистолет топор все такой тяжелые все здесь что у нас здесь в принципе лучше повника так и бинты можно максимум разгружусь так 18 95 я думаю достаточно так что у нас там по вносливости да кстати еще можно и поспать будет даже кстати отдохнуть да немножко восстановить силы потому что все равно еще ночь пару часов и я буду как огурчик я уверен так отлично я вот только думаю может быть там еще впереди это не самый сложный у нас вот подъем был и может быть впереди будет полно таких моментов где надо будет по несколько раз карабкаться до сюда ой я помню забыл сбросить там дрова ну ладно ладно я надеюсь что мне хватит скрыть сил не надо будет поспать обязательно сейчас темновато конечно так вернулся к себе давайте прикорнем так поспать часа 30 давайте 3 до 2 спать отдыхаем и теперь надо уже после этого конечно попробовать все туда перетащить так знаете я бы еще бы два часа поспал кстати здесь у меня мясо есть надо бы этого покушать потому что у меня как раз уже немного голода накопилось того светло отлично так выносливость у нас в порядке давайте соберем что ли все шкура эти все все дела а нет вот у меня хворост да все здесь оказывается так я заберу спальник наверное с собой тоже 26 а у меня полно места даже оба спальника смогу поднять и перед тем как я пойду наверное съем мясо ну отлично все я думаю теперь у меня восхождение получится на вроде погодка очистилась про там непонятно куда идти пока я чуть смотрел на первый взгляд не увидел прохода где-то полетели эти птицы чуть где-то у нас тут есть тело возможно а вот он ну теперь главное чтоб хватило сил так полезли причем сейчас у меня меньше вес чем тот который был когда я первый раз поднимался тут думаю что все в порядке будет так а что это а взять альпининский трос кстати можем его тоже прихватить наверное давайте соберем теперь все да конечно теперь у меня вес то тут будет гораздо больше но зато все мои вещи останутся при мне да очень много приходится мне до собирать всего особенно вот это было плоды шиповника это просто конечно чума давай 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 да унесешь унесешь не переживай я тебе уверен главное чтоб ничего тут не пропало ладно еще там шкур таскаю это оленя сколько я там этих шкур оставил обалдеть в милтоне жалко конечно бинты так а не по одиночке эти плоды шиповника по одной штучке такой у них еще попасть надо все ну вот я еще даже что прихвачу альпинистский трос чтоб мало не казалось так нормально так а куда идти то сюда что ли наверное вдоль скалы идет дорожка какая то ну-ка хорошо что погода пока нормальная что там вон прыгать что ли надо да не не может быть да не не может быть чтоб здесь вот с этой прыгать на эту не 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 может быть подожди а там давайте посмотрим что может там где-то проход это площадка такая неужели просто площадкой никуда дальше не подняться тогда куда мне идти кстати вот еще есть несколько этих хвороста веточек что тут пещера что ли какая-то нет слушайте а где проход-то я не пойму в чем дело-то так и здесь что-то обрыв какой-то а подождите вот по дереву похоже ага точно ну да 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 точно я увидел это дерево снизу отлично здорово так ну-ка 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 что здесь у нас о водопад впереди какой-то а и птицы кстати летают ну-ка тут что вот такая такое укрытие в которой который можно использовать видимо для ну как бы пряток от ветра так да видимо там может быть это кстати дочь пропавшая этой серой матери честно говоря не знаю тело то птицы летают и а нет похоже олень все лишь навсего олень удивительно что мы так не нашли ее дочь я думал она все таки попадется нам где-то на пути вероятно а подождите она же похоронена не 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 ее нашли значит все все верно так так соберем мясо на навес у меня прибавляется и прибавляется надо сказать не отступно хочу вечер так что так светло стало так перья ух ты сколько здесь перьев то целый этот можно целое не знаю что сделать целое чучело птицы так веточка и что дальше то ну вот это ущелье явно так я наверно поем так сардины давайте поедим ну чтоб просто не тащить лишний вес я думаю что в итоге мы сам найдем еды себе так пол литра выпил нормально водопад с каким-то странным эффектом как будто бензин по поверхности воды плавает так о рогоз давайте ка его соберем тоже о еще слушайте ну здесь прям это запасы продовольствия для меня приготовлены специально видно если бы я сюда пустой пришел совсем они не дали бы мне здесь помереть с голоду я так что-то старался сюда принести свой свой жалкий скарб что принес достаточно много всего так ну ладно давай ну да тяжеловат конечно все равно тяжеловат даже трогоз несчастный и то добавляет там весов потихонечку так а вот еще есть но я соберу я не буду так сказать терять эти ресурсы хотя опять же вот старая история повторяется когда собираешься подряд а потом окажется что это надо в какой-то момент все выкинуть так здесь вроде уже больше нет ладно вроде вот еще один водопад кстати очень странно откуда вода течет там вроде как это ущелье между двух хребтов и вода там что по вверху вверху хребтов течет что ли а потом сюда падает но как-то не очень мне кажется реалистично сделано таких водопадов наверное не бывает особо не самый простой путь для воды так а что здесь его мост это не тот а нет не тот мост про который не не какой-то смотри там типа вагонов что ли каких-то стоит непонятно что там длинные что-то вагоноподобное так ну ладно посмотрим ага вот пещера кстати посмотрим что здесь еще видно и упасть здесь нельзя это хорошо ну да какая цивилизация видно мы возвращаемся к цивилизации с этим самолетом мы много где побывали жаль оставлять тебя там дружище сейчас я должен найти эстрит так ну ладно попали мы в пещеру почему интересно при входе в эту пещеру он заговорил о самолете хворост заберем опять пещера в которой видно все кстати странные вот эти вот светящиеся зеленым моменты не знаю почему они светятся так пора по моему включать фонарь да давайте включим фонарик так куда идти то а вот здесь даже есть уголь соберу его так и хворост так вот тут проход и сюда проход вроде ну-ка сейчас посмотрим а вот уголь так и там по-моему завал какой-то мы здесь можем сэкономить топливо вот видно свет я говорю странные такие пещерки конечно в которых постоянно какой-то свет есть я думаю для того чтобы если вдруг у вас не будет фонаря здесь вы могли пройти все равно через эту пещеру так и дрова и дрова отлично так включая фонарь иду дальше жалко на ходу он не может это делать что там кнопочку нажать оказывается сложно для него почему-то поразительно так ну что тут вроде пещеры пещеры ничего особенного в чем кстати пещера такая надо сказать больше на шахту похожа почему потому что такой ровный пол как бы специально для хождения человека сделан о еще свет кстати убирать на ходу он умеет в чем парадокс то у него хворост пригодится пока могу нести буду нести в любом случае так а тут может быть что-нибудь на полу сейчас включим посмотрим тоже ничего не видно так что тут а вот уголь еще угля полно прикольно а все уже с весом проблемы у меня какие-то начинаются так о-о еле иду так опять два ох ты еще что-то лежит здесь кстати медленно почему-то идет а тут быстрей сигнальный огонь и гидровы дрова пригодятся тут вроде ничего больше да нет значит сюда так по-моему выход убираем фонарь почему без фонаря он медленнее пошел что за странность такая то что маккензи давай шагу шагу выход же все вроде разогнался какие-то странные свечения зеленые синие покинуть пещеру о елки-палки это а это заставка ничего себе хорошо хоть это не мы стреляй в медведя ммм мы сердечно благодарим 1,3 миллиона игроков которые дали шанс игре the long dark на раннем доступе в кикстартере а также также благодарны за последующую поддержку на раннем доступе и и отзывы об игре без вашей поддержки мы не были бы там где мы сейчас мы надеемся что вы найдете ожидания оправданными в общем похоже это наверное конец первого эпизода я так понимаю что ли ну что ж в принципе что я могу сказать по окончанию первого эпизода в принципе мне понравилось такой ненавязчивый достаточно приятный летсплей хотелось бы конечно бы чтобы он был более может быть хардкорный то есть нужно обязательно добавить было бы выбор сложности потому что я думаю на сам сюжет бы это не повлияло а именно на элементы выживания серьезно бы что было бы более интересно для продвинутых игроков я думаю со мной многие согласятся да на самом деле неплохо неплохо ну что ж друзья закончили мы с вами эпизод 1 и я прощаюсь с вами с вами был Григорий до новых встреч пока до новых встреч отеля ? ну Продолжение следует...